Еврейские, мессианские общины, раввин. Мне дал однажды книгу почитать. Называется «Еврейские хроники 17-го столетия». Я взял, но читать было некогда. Только время оставалось, только у меня ночное время. Думаю, сейчас я немного почитаю. И как открыл, стал читать, и я не мог спать. Я читал, и мне стыдно было, что я тоже в рясе, с крестом на груди. И мне стало стыдно того, что священники так позорили вообще христианство, так позорили Христа. Это было... Вот я такие самые такие яркие вот эти моменты сейчас вам прочитаю. Описания такие недослабонервные даже, я бы сказал. Это описания свидетелей, которые были там, выжившие, были выжившие. Несмотря на вот эти массовые убийства, были те, кто выжили. И они прятались в Польше. И писали... Были книги из Дены. Их воспоминания тогда же, в 17-м столетии, сохранились до сегодняшнего дня. И вот, у некоторых сдирали кожу заживо, а тело бросали собакам. Некоторых после того, как у них отрубали руки и ноги, бросали на дорогу. И проезжали по ним на телегах и топтали лошадьми. Некоторых, подвергнув многим пыткам, недостаточным для того, чтобы убить сразу, бросали. Ну, пропущу. Многих закапывали живьем. Младенцев резали в лоне их матерей. Многих детей рубили на куски, как рыбу. У беременных женщин спарывали живот и плод швыряли им в лицо. А иным в распорты живот зашивали живую кошку. И отрубали им руки. Некоторых детей вешали на грудь матерей, а других, навалив на вертел, жарили на огне и принуждали матерей есть это мясо. А иногда из еврейских детей сооружали мост и проезжали по нему. Ну и дальше там. Вот, вы знаете, друзья, просто естественным образом агрессии, жестокости, это не объяснишь. Здесь конкретно ощущение, вот и дальше, если читать эти свидетельства, ощущение, что просто легионы бесов вырвались на свободу. И произвели такое страшное кровопролитие. К сожалению, сам Хмельницкий, Гетман Богдан Хмельницкий, он до сих пор большинством украинцев воспринимается как национальный герой. Большинством. Хотя и для Украины он мало что пользы сделал. Хотя бил поляков, но вместо свободы получилось еще большее закабаление. Это все историки сейчас признают. Потом, на костях евреев он счастья так и не построил своему народу. Наоборот, получилась большая проблема. Кстати, когда я эти моменты стал поднимать из истории, даже многие пастыря протестантские, украинские, возмущались и звонили даже, и писали письма некоторые. Один епископ Союза Харизматической Церкви даже написал письмо протеста по этому поводу, что я пишу такие вещи в своих газетах. Я ему потом звонил, говорю, что если там что-то неправильное, неправда, то покажите, что это неправда, и я готов изменяться. Если это ошибочный материал, то я отрекусь от него. Но это же исторический материал. Понимаете ли? Просто есть такие твердыни определенные, что в России, что в Украине, в разных странах есть такие твердыни, которые кажутся такими вот очень как бы важными, но их нужно убрать. Просто осознать, что безгрешный только лишь сам Иисус Христос. И какой бы мы ни были нацией, какие бы ни были наши кумиры и как бы свои герои национальные или исторические, симпатии, антипатии наши политические, должны просто признать, что есть Бог и есть дьявол. И есть только два царства, царство света и царство тьмы. И это не проходит по национальным границам, каким-то политическим границам. Это проходит вот по сердцу человека. Какому бы ни было нации, какому бы ни было вообще там культуры, образования, положения, есть царство тьмы. Либо он раб Бога, либо он раб дьявола. Либо он проставляет Иисуса, либо позорит Иисуса. И Хмельницкий, он опозорил Иисуса, опозорил Евангелие, опозорил христианство, потому что назывался христианином. На иконах до сих пор, я знаю иконы в Киеве, в храмах, я часто заходил, я уж не поклонялся, конечно, но я познакомился со всеми, почти со всеми храмами киевскими. И вы знаете, на иконах на многих Богородице нарисовано, а под ее крылом, амафором как бы, Богдан Хмельницкий. Ну он, правда, без ним бы, но присутствует, представляете, люди целуют. Люди видят все это. Это, по меньшей мере, провокация, друзья мои. Дальше, я вам еще кое-что расскажу, что у нас произошло, у нас самих. Бойня та еврейского народа избиения, оно, вы думаете, просто так бесследно? Прошло и все? Нет. Оно аукнулось в нашей истории еще худшей бойней. Потому что спустя несколько лет после истребления евреев, а за спиной тогда Хмельницкого, по сути, стоял Алексей Михайлович, царь московский. За спиной вот тех гетменов других стояли именно деятели московские, как сегодня уже исторически уже показано. И потом акт воссоединения Украины с Россией, это не просто так, не просто вот как бы подписали декларацию. Это было то, что должны были сделать, просто-напросто отрабатывая московские деньги, гетманы те самые. И что получилось? Алексей Михайлович, московский царь тогдашний, это отец Петра Первого, к слову, и патриарх Никон, тогдашний московский, вся Руси, они спровоцировали, наверное, одну из самых страшных трагедий в истории Русской Православной Церкви. Вот была записочка здесь об этом, кстати, где-то, по поводу староверов, старобрядцев написано было. Что такое, да, вот кто такие староверы? Расскажите, рассказываю как раз об этом. Вы знаете, старобрядцы, это те же самые православные, только которые совершают служение по старым обрядам, по старым традициям. На Руси этот раскол начался, начался именно, думаю, не просто совпадение, интересно, спустя 666 лет после принятия крещения на Руси. Но окончательно раскол произошел, считается, позже. Это в 1666, опять-таки, такие интересные очень даже такие вот знаки. Потому что на Руси, кстати, восприняли это очень серьезно, многие, очень многие. Ну, представьте себе, вот 1666 год. Что произошло в Москве? Был собор православной церкви, конференция, грандиозная пасторская конференция. И на том соборе было заявлено, что старые обряды под анафемой. Какие старые обряды? Я сейчас буду рассказывать, это вообще глупость откровенная. Но люди, не зная Христа, готовы ломать копья из-за вообще пустяка, совершенно казалось бы. Знаете, если есть любовь между людьми, да? То они готовы друг другу много прощать. Но если нет этой любви, даже маленькое какое-то, что-то такое, отличие будет просто-напросто вообще, просто источником раздора. И, допустим, два пальца, вот так вот укрестились, два перстами на Руси, да? Два перстами. Кстати, такое распространенное старобляческое крещение и сейчас. Потом перешли в 17 веке по приказу царя и патриарха этого Никона перешли на троеперстие, на щепоть, так называемый, тоже во имя Отца и Сына и Святого Духа, да? И когда троеперстие вели, когда именно было заявлено, что кто не перейдет на это троеперстие, будет подвергаться казни. Не только было в перстах дело, там еще были такие моменты вообще не принципиальные никак. Чисто обрядовые, богослужебные. И вот собор, который проклял старые обряды и окончательно расколол церковь, произошел в 1666 году. Опять три шестерки. И еще, троеперстие было обязательным. Человек, который не крестился таким крестом, ему даже были законно-царские такие, напечатаны, им запрещено было что-либо покупать, продавать. И говорили, эта печать 666 на руку и начало. И нельзя никому не продавать, не покупать, кто не крестится этой печатью Антихриста. То есть, все совпадало. Очень много таких вещей. То есть, вот три пальца, три шестерки. Собор, три шестерки. Нельзя покупать, не продавать тому, кто не крестится таким крестом. То есть, если ты... А раньше как было? Раньше очень религиозный был народ. Настолько, что... Это не то, что сейчас. Там на рынке все, крестились. Троеперстие, все, извини, друг, не могу тебе продать ничего. Даже хлебушка, а нельзя, ну, закон таков. Ты уж сам за себя, прости, друг. Вот, понимаете, значит, то, что интересно. Люди на костер шли за два пальца. Кажется, ну, что за ерунда? На костер шли и идти за два пальца. А какой предлог был, почему на троеперстие перешли? До сих пор не ясно. Вообще, откуда они взяли? Там, по преданию, нашли руку апостола Андрея Первозванного. Накануне, там, лет за сто до того, нашли руку. Как они определили, что это рука именно Андрея? Именно того самого Андрея? Не знаю. Может, написано, что это было Андрей, там, что? Первозванный. Но эта рука, безымянная, да, была вот именно так сложена. И греков осенило. Вот почему у нас все так вот развалилось. Мы же крестимся неправильно. Как вы, ребята, не садитесь? Все, музыканта, не годитесь. Плохому христианину всегда что-то мешает. Знаете, значит, то не так пальцы складывать, то еще что. Да, друзья мои, давайте отдохнем, потом продолжим. Спасибо. 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 Слава Иисусу Христу. Аминь. Аминь. Продолжаем тему, историю церкви. И мы остановились на событиях великого раскола в русской церкви 17-го столетия. Старобряческая церковь, она до сих пор существует, больше 50 направлений есть старобрячества в России. И, слава Богу, что, значит, уже в наше время хватило мудрости у служителей многих прекратить вот эти вот проклятия друг на друга произносить. И в 1971 году русская церковь официально отменила вот эти проклятия, которые были возложены на староверов в 1666 году в Москве на соборе московском, на котором избрали патриарха Пимена, еще до Алексея II. Вот русская церковь признала, что то, что было тогда, в 17-м веке, это было ошибкой церкви, это было грехом на самом деле. Но 2 миллиона человек было репрессировано, как считается. Другие называют другие цифры историки, но вот я разговаривал именно когда с историками и священниками именно старобряческой стороны, они утверждают именно, что 2 миллиона было жертв. Из них миллион это были сожженные на кострах, миллион это на работы, отправленные принудительно работы в Сибирь. И до сих пор старобряцев, потомков староверов, тех очень много в мире. По всему миру разбросала судьба этих людей. В Австралии, в Южной и Северной Америке, даже в Африке можно встретить сегодня общины, старобряческие общины. Позапрошлым году в Америке я познакомился с одним человеком, который тоже русский, но он в России ни разу не видел, правда, как его отец и его дедушка, но его пра-пра-пра, там кто-то еще дальше, дедушка и бабушка, еще в начале 18-го столетия, они бежали с России вот где-то отсюда, откуда-то отсюда, бежали в Америку, потом бежали именно в Южную Америку и осели в Боливии. И в Боливии сегодня там, и вообще в других странах некоторых, Латинской Америки, есть такие большие тысячные поселения, потомков вот этих старобрядцев, староверов, хотя он ни разу России не видел, но так неплохо говорит по-русски, я бы так сказал. И он еще наполовину индейец, такая очень интересная семья, такая его мама индианка. Там дело в том, что это поселение русское, оно прямо не в тайге, как называется у них, ну в джунглях, да, в Сельве там, бразильской этой, или как называется. И вот и там только индейцы, и там есть такие вот эти племена, которые мало, даже изученные, малоизвестные вообще племена. И этот человек, он знает хорошо и язык этого племени по матери, и знает русский язык по отцу. И в США он сейчас переводчик и на русский язык, и переводчик на язык этого индейского племени. То есть, его приглашают иногда как специалиста, одного из, наверное, единственных, или даже единственных специалистов по некоторым языкам индейским. Да, и староверов много и в Штатах, и в Канаде тоже есть потомки старобрядцев, староверов. Я говорю, даже в Африке даже можно встретить. До сих пор неизвестно, сколько людей покинуло тогда Россию, но исчезло несколько миллионов человек. Куда они исчезли? Староверы говорят, что большинство из них погибли, поэтому они говорят, два миллиона было репрессировано. Официально церковь говорит, что меньше было репрессировано, а больше просто именно сами куда-то в тайгу убежали, прятались, вот как бы там и умерли никому неизвестные. И, знаете, друзья, по поводу старобрядцев скажу, что это православные, те же православные, только по старым обрядам, и в принципе они мало чем по вероучениям отличаются от обычных православных церквей. Именно вероучительно, доктринально, я бы даже сказал, незначительно отличаются от официальной церкви. Хотя есть старобрядцы разные. Есть староверы, которые очень сильно уже отличаются от обычных православных. Допустим, беспоповцы такие. Вот они, по крайней мере, основные беспоповцы, что Рижская община Гребенщиковская, допустим, другие общины, они очень радикально учили тому, что Дух Святой уже покинул нашу землю, нашу планету в 1666 году. И все эти столетия мы должны как бы учиться жить без Духа Святого. Наверное, уникальная ситуация. Вообще, я не знаю, есть ли еще в христианстве такая церковь, такая динаминация, которая признает, что Духа Святого уже нет и пытается выжить без Духа Святого. Но у нас есть такая динаминация довольно интересная. Это беспоповцы. Почему и беспоповцы? Помните, я говорил о лжеучении, о преемственности, правопреемственности? Так вот, они говорят, что все, раз Дух Святой покинул, значит, никакой правопреемственности быть уже не может. И поэтому они беспоповцы, то есть они без попов, без священников. Но менее радикальные, конечно, имеют священство, имеют священников, епископов, сегодня и прочее. Дальше. Если мы пойдем дальше, в 18-е столетие, у нас еще этот урок последний или? Да вы что? Тогда побыстрее. Сразу в 18-й век давайте. Не постепенно. Значит, и при том, в самую гущу событий сразу. Значит, в 18-м веке Бог поднял реформаторов каких? Известных очень. В Украине это был Сковорода. Григорий Сковорода. Такой странствующий такой проповедник. Евангелист такой народный. В России это Ломоносов, кстати, Михайло. Он, если вы помните, кто из истории, он некоторое время был на Западе, в Европе. Там посещал лютеранские богослужения. Даже, я был, кстати, в тех городах, где жил Ломоносов, бывал Ломоносов, и был в том храме лютеранском, большом храме, где, значит, все студенты этого университета, они имели проповедническую деятельность еще. То есть, раз там какое-то время они там проповедовали, и Ломоносов не был исключением. То есть, он был тоже там проповедником в этом соборе. И вернулся Ломоносов в Россию уже с другим образом мышления совершенно. И он, наверное, один из первых, кто заявил о необходимости перемен в самом богослужении церкви. Он касался этого вопроса мало, но это же было бы небезопасно, во-первых. Во-вторых, он этот вопрос поднял тогда, когда уже был уже в зените славы, фактически. Он предложил, да, он написал, что славянский язык уже не понимаем нами, что мы его не понимаем, старославянский язык. И он предложил со своей стороны помощь для церкви. Он знал, что грамотных священников фактически... Слава Богу! Так вот, он не просто критиковал. Нет, он предложил сам свои услуги для церкви. Тем более, что грамотных священнослужителей фактически не было в России. Поэтому он взялся за труд, очень серьезный труд перевода текстов. Но, к сожалению, это было церковью забраковано. Кстати, Петр Первый, я вот как-то говорил, да, что он тоже был в Европе. И он общался с протестантами. И по приезду в Россию одно из первых его пожеланий был перевод Библии на современный тогдашний русский язык. И этот перевод он доверил одному из протестантских пастырей. Но перевод так и не был опубликован. По непонятным причинам. Вот, а Ломоносов, он предложил тексты сами богослужебные перевести. Шестопсалмия, другие тексты писания, которые читаются в богослужениях. Официальная церковь забраковала эти переводы. Но зря забраковала. Прошли годы, и вот уже в 19 веке бесспорно признавался труд Ломоносова шедевром русской словесности 18-го столетия. Вот, но церковь посчитала это неправильным, не то что неправильным, а недостойным переводом, потому что посчитала официальная церковь, что священники не должны на понятном людям языке тексты читать и прочее, прочее. Но не только Ломоносов работал над этим трудом. В общем-то была попытка реформации сверху в то время. Я вот эпизод такой хочу рассказать. При Екатерине Второй был такой эпизод, очень интересный. Она поставила оберпрокурором Священного Синода Ивана Ивановича Мелиссину. Это был бывший директор МГУ. До сих пор в МГУ, где в холле, где портреты старых этих директоров висят, один из первых портретов, это вот как раз Мелиссину. Иван Ивановича портрет. Иван Иванович Мелиссину был образованным человеком в своем времени, как считают. Считают, что он даже мог в оригинале свободно читать и старые, и новые заветы. Также писали о нем западные исследователи, что он даже знал Тору, пятикнижие на еврейском языке на память. То есть в России я не уверен, что кто-то еще был такой грамотный человек в то время. И в МГУ он провел очень интересную реформу образования, поставил на, на самом деле, высокий уровень. Но царица, именно его, Ломоносова, ой, извиняюсь, Мелиссину, поставила, предложил им пост. Самый тогда, ну, большой пост. Второй пост для царицы. Оберпрокурор Священного Синода. Это как бы должность патриарха, как бы ИО патриарха. То есть чиновник, который был первым лицом в церкви. Представителем императрицы в Синоде. И Мелиссину, он издал, вернее, не издал, он так и не издал ее. Он написал книгу и предложил ее для ознакомления епископам с Синодальным. Эта была книга, называлась «Пункты». Пункты. В этих своих пунктах реформаторские тезисы он указал. Он указал, что необходимо провести ряд реформ. А именно, то же самое касалось славянского языка, непонятного. Он писал языка. Необходимо перевести на понятный, ныне россиянам язык, тексты, писания, по учению народу, обязательные. Он предлагал многие вещи ввести в церкви, сократить богослужение. Посты, обязательные посты. Ведь посты, допустим, и постные дни сейчас, в принципе, нет государственного контроля. Сейчас православные, кто хочет поститься, кто не постится, в принципе, как бы это не спрашивается. Это не является преступлением административным, тем более уголовным. Но в то время, в царское время, нарушение постов, это было преступлением. И наказывалось именно по уголовным даже статьям порой. Ну, как минимум, за скоромные, то есть за нарушение постов, допустим, ну, крестьян обычно пороли батагами там, вот, значит, и при систематическом нарушении отправляли сюда куда-то, в Сибирь, Дальний Восток осваивать, значит, либо в солдата забревали. Вот такие были варианты. То есть, с обычного человека требовалось соблюдение постов, ну, как бы, довольно-таки серьезное. И, но я вам скажу, что это бремена неудобно носимые. Сами священники, я знаю, что, значит, и тогда, и сейчас не особо-то и хотят соблюдать это все. Вот, как правило, есть, конечно, там, значит, посвященные люди в свое дело, но большинство, в большинстве своем, кого я знаю, священников, по крайней мере, не особо и старательно в этом всем. И, однако же, с прихожан требуют все это. И вот, кстати, посты, постные дни, также праздничные, предпраздничные, попраздничные дни, там еще что-то еще, когда, вот, я как священник совершал богослужение, тоже надо было соблюдать эти посты, какие-то определенные, там, воздержания и прочее, но, вы знаете, нереальные просто, просто бремена, нереальные. И вот Мелиссину предлагал сократить эти посты. Потом предлагал, да, я уже говорил, вести поучение народу, очень важный момент, предлагал отказаться от практики молитв за упокой. Это было уже, ну, как бы, уже очень сильным заявлением. Он заявлял, что это лишь повод к вымогательствам, значит, в церквях, значит, ну, простых, сельских церквях, но не есть доктрина и прочее, прочее. Мелиссину он предложил царице также, этот проект, но царица послушалась больше своих епископов, чем этого оберпрокурора, и его репрессировали, этого человека, хотя ему многие иностранные университеты предлагали покровительство, но он так и остался, значит, в России и без должности, без содержания, в общем-то, забытый всеми человек, но неправильно забытый. В общем-то, то, что он предлагал, это было, ну, очень даже там, я сейчас назвал лишь некоторые пункты, там очень много было пунктов, где, на самом деле, многие здравые вещи говорились уже, вот, касательно личности Христа, значит, чтобы не молебно святым, но чтобы об Иисусе Христе была проповедь. Дальше, да, наверное, еще почему епископы так запротестовали, он там, я сейчас вспомнил такую вещь, он предлагал еще вести женатый епископат, чтобы епископы были женатые, и он критиковал тогдашних епископов, что они держат любовниц всяких там содержат, лучше им легализовать брак, повенчаться откровенно и жить нормальным браком, тем более, что это не противоречит Писанию, это, наоборот, согласно Писанию. Чем вести такую двойную жизнь, лучше нормально. Когда меня руководили в епископах, кстати, один из епископов, ныне митрополит, он сказал, не пора ли нам тоже легализоваться, говорят, братья. Ну, так и осталось все. Остались они пока еще, не до конца реформированные еще, эти братья. Да, нет, не то, чтобы все епископы такие были, но большинство имеет подпольных жен или мужей, там, что еще, и содержит все это. Да. Ладно, друзья мои, кстати, одного из там епископов, помню, в советское время, так и дразнили, архиепископ Содомский Гоморский. А он не руку полагал до тех пор, пока не переспит с семинаристом, будущим священником. Вот у него прям так, как маньяк просто вообще, значит, ну, не то, что вот такой был. И, значит, и в его области, ну, не буду говорить, какой, чтобы не опозорить отцов тех, они почти все побывали под ним. Представляете себе, да, курятник развел такой. Значит, и, вот, а я с одним священником познакомился, узнал, что он в той епархии, говорю, ты что, ты тоже, что ли, под него, что ли, был? Нет, говорит, я, как, учился там, руку полагался в другой епархии, а потом перевелся снова в ту, чтобы не быть в постели с епископом. Представляете? Вот такие были беспредельщики. Это было в 88-м и 89-м годах. Вот, и, ну, ладно, давайте снова в ту историю вернемся. Что еще могу из 18-го века рассказать? Здесь, когда я был на конференции нового поколения, я рассказывал о молоканах, духоборах, немного рассказывал, но это очень интересная информация. Все, наверное, видели, да, слышали? Кто видел? Помашите ручкой, кто видел? Мало. Основная часть не видела. Не поленитесь, возьмите диски. Я сейчас просто не буду времени повторяться. Но возьмите диски «Новый мировой порядок и судьбы России». Я назвал это проповедь. Первая, вторая часть. Вот во второй, по-моему, да, части, как раз я рассказываю о вот духоборах, молоканах. И это были герои веры, друзья. Кстати, тем более, вот здесь, в Благовещенске, много было молокан, духоборов. И, в общем-то, эти люди, ну, как бы уже наши протестанты, как бы, ну, свои, вот такие герои веры, вчерашние православные традиционные священные, ну, крестьяне стали вот проповедниками, многие из них. В 18 веке все это зародилось. Только не только сверху попытка была реформация, но и снизу тоже были движения такие. Силуан Колесников такой был украинский крестьянин, который, вот, получил откровение о поклонении Богу в духе и в истине. Духоборчество. Потом в Тамбовщине, Тамбовской губернии, молоканство зародилось. Почему, естественно, тамбовка называется, да? Вот. И дальше, в 1833 году, вот запомните ту дату, в 1833 году, эти христиане, сосланные, молокани и духоборы, сосланные в Приазовье, в степи мертвые, друзья мои, они получили крещение Святым Духом, со знамением молитвы на иных языках. Десятки тысяч человек молились на иных языках одновременно, друзья, и старые, и молодые. Это аналога нет этому пробуждению, то, что было тогда. И молитвы на языках, писятническое движение, да, харизматическое, часто говорят, а это американская секта. Вы знаете, удивительно, но у нас это было еще задолго до великого американского пробуждения, задолго, если американское пробуждение началось сто лет назад, чуть больше, да, то, а это идет речь о 1833 году. Вы скажете, а почему же мы не знаем об этом? Дело в том, что то пробуждение было просто-напросто ну, репрессировано, как бы, да, то есть было уничтожено в основном. Хотя тех верующих их гнали на Кавказ. Там очень, на самом деле, сложный был путь такой тех общин. Затем армянское пробуждение, вот, братья с Арменией, великое армянское пробуждение, это как раз вот то же самое 19-го столетия конца. Вот события. Тоже из духоборцев, молокан там были, Максим Рудометкин, другие братья, которые Слово Божие несли. И пророчество, которое получили там, в Армении, о том, что нужно покидать Армению и идти туда, в Америку, в Калифорнию, в Лос-Анджелес. И до сих пор в Лос-Анджелесе хранится вот это рисунок мальчика, Клубникина, который перерисовал свое видение. Три дня подряд видел видение и его перерисовал. А там было послание армянскому народу и карта, как это послание осуществить, как уйти из Армении. Вот такие были чудеса, друзья мои. То есть Бог проявлял себя очень сильно в то время. А армяне, кстати, прибыли тогда в Америку, в Калифорнию, тогда как раз к самому началу великого американского пробуждения. Обосновались в Лос-Анджелесе. И Азуза-стрит, та бывшая окраина Лос-Анджелеса, сейчас это уже в центре, там все, но тогда была окраина, там были конюшни. Тогда, вы знаете, в конце 19 века лошадей под нож пускали, потому что все переходили на авто. И вот эти конюшни пустовали уже, потому что под нож пустили этих лошадей. И эти конюшни распродавались. И одну конюшню купила черная община, афроамериканская община. И это были те, которые переживали как раз крещение Святым Духом. Бог сошел, Дух Святой сошел там, в этой бывшей конюшне, как вот в Вертепе когда-то. И правильно говорил Владимир Франчук, историк Песятнического братства, с Украины пастор. Говорил, что нельзя говорить, откуда пришло, нельзя сказать, откуда пришло это пробуждение. С России, Украины, или с Армении, или с Америки. Оно пришло, говорит, с неба. Оно пришло с неба. На самом деле. Это не было там каким-то движением таким подпольным. Бог изливал Святого Духа Своего на людей. Слава Иисусу Христу. Дальше. В 19 веке, что еще? В России зарождалось движение штунда баптизма. Интересно очень. Были водные молокани, были молокани прыгуны. Это харизмата, наверное. Трясуны, прыгуны. Одним словом, квакеры. И так вот, почему еще прыгуны, кстати, интересно. На Северном Кавказе, они когда большие тысячные служения собирали, порой день, целый два дня, они там прыгали, плясали под балалайки всякие там, всякие эти народные инструменты, проставляли Бога, там, ГПК там танцевали. И вот это были, они назвали их родения, вот эти служения, родения. Ну, как бы радость Бога, можно так сказать даже. И потом, пробуждение, которое начиналось у нас, тогда в Российской империи, оно оказалось невостребованным. Даже больше того, официальная церковь и государства против, ополчились против этого пробуждения. И, в общем-то, подавили силой оружия это пробуждение. И вынудили оставшихся вот этих крещеных духом убежать, просто уйти с Российской империи. К сожалению, Духа Святого хулили священники на общем таком национальном уровне, потому что епископат весь и богословский весь этот блок российский православный заявили, что это есть не Духа Святого явления, а это есть от дьявола, это есть нечистая сила и прочее. То есть, хулили откровенно, нагло. И это было, конечно, большим позором нашим. И я убежден, что коммунизм пришел не просто так в нашу страну. Призрак долго бродил коммунизмом по Европе, но не мог найти там пристанище. Он ищет безводные, бесплодные земли. Друзья мои, и, к сожалению, само же православие традиционно таранило, готовило дорогу, плацдарм для коммунизма в нашей стране. И вот, в частности, именно хулое на Святого Духа. И еще одна страна похулила Духа Святого тогда же, в конце 19, с начала 20 века. Это была Германия. лишь две страны на национальном уровне, на самом высоком политическом и государственном и религиозном уровне хулили Святого Духа. Россия и Германия. И обе оказались в больших проблемах. Мы пожали коммунизм, а не фашизм. Вы знаете, вот такие сиамские уродцы, такие близнецы. Вы знаете, потому что проблема-то одна. И то и другое держалось вот именно на ненависти классовой там или расовой. То и другое держалось на истреблениях миллионов людей. То и на страхе, на безбожии, по сути. Вы знаете, друзья мои, я думаю, это большой урок сегодня не только нам, русским или немцам, вообще для всех народов урок, что хулить Святого Духа, друзья мои, когда плюешь в небо, этот плевок, он не долетает до неба. Он вернется туда, откуда он вылетел. То есть Бога не плюешь, а себе хуже сделаешь. Поэтому благоразумнее поступили те священники, которые говорили, что если это от Бога, это состоится. Давайте не будем это все трогать. Почему в благостовение казалось Америка, а мы оказались в проклятиях? Потому что в Америке не было на национальном уровне гонений, даже больше того, от океана до океана. Нет, были гонители отдельные? Были. Об этом я тоже читал. Какие? Журналисты некоторые, которые писали статьи всякие, просмеивающие это новое движение. Но однако же на национальном уровне, на государственном, общегосударственном, религиозном, дух суда не хулился. Была свобода для проповеди Евангелия. И это все позволило получить благословение. Кстати, в Германии не знали ничего еще об Азузо-стрит, но в те же самые дни Дух Святой сошел и в Германии. Это была... Вот если карту Германии, представьте себе, в центр палец поставите, попадете фактически туда. Это город Кассель в центре Германии. Я был в этом городке, такой приятный очень такой, ну, а вот типичный немецкий городок. Но вы знаете, что в этом городке была тогда небольшая община. Она такая баптистская, евангелическая, лютеранская такая община была. Буквально, как в Библии, человек 120, конкретно 119. То есть буквально, как в Писании, они ревновали о Святом Духе. И они не знали ничего о начавшемся пробуждении там в Америке, но на них тоже сошел Святой Дух. Они молились на языках. Вся эта община была по сути репрессирована. То есть, ну как, их не убили, как в России, но их заставили либо выехать, либо отречься. И большинство из них выехали вообще с Германией. То есть им не дали возможности дальше жить нормально и трудиться. И знаете, да, а почему духоборцы, молокани, вот все крещены духом оказались там, в Америке, благодаря Толстому Льву Николаевичу, который за роман Воскресенье, такой реформаторский роман, очень. Я года два назад взялся перечитывать этот роман, я был очень сильно благоставлен. Я увидел программу реформации для церкви. Если бы священники не обиделись бы за этот роман, не анафим предали бы, а лучше бы задумались бы о том, о чем писал этот писатель великий. Я думаю, было бы большое благоставение было бы для России. И Толстой, взяв гонорар большой за роман Воскресенье, потратил деньги на аренду парохода туда, в Америку, и бесплатно помог тысячам и тысячам этим духоборцам, молоканам, значит, покинуть Российскую империю тогда, избежать массовых истреблений, потому что казачество истребляло сотни духоборцев, были зарублены шашками, просто вот на потеху публике, это было в самом конце 19 века, массовая резня там на Кавказе, это были очень страшные гонения, это немыслимые. Вот я читал об одном молоканине, у него был, или духоборец, ну, кто-то из этих вот как раз реформаторов, значит, у него было 15 детей, когда их пешком гнали, всех спешили, при Азовье, на Кавказ, 10 человек он похоронил, их не кормили, не давали пить, люди, ну, представляете, какие были условия были поставлены, и потеряв 10 детей, не отчаиваться, остаться в вере в Бога, и потом уже не ойде拍е, немножко плача, после выхода, Продолжение следует...